роботы роботы ну собственно ребят молодцы фиша чё ты не хочешь взять я хотел от лук с меткость меткость там сокета можно было вовкость перебить меткости нет 5 процентов не можешь набить метки да есть но у меня все сокета в меткость забить чтобы с не ходить раз-раз-раз послужим способ столь год молодцы я могу сказать да когда не может на маленько после ответства отсчетом по портал он был не был до портал аниме давай попали стол голды хера ты близь могу одну медную дать ладно ребят собственно пошел я спать опять ранний подъем давай доброй ночи всем до всем доброй ночи читали срач по поводу этого x3 и x2 слияние плачут что они без брюлей блять 5 брюлей я прихожу на x2 опять же на гротом x2 не 7 брюлей а когда они слить хотят об этом типа быстро числа ты можешь уже сделать перенос на x2 а потом в течение полгода либо ты оставишься на x3 и полгода просто наш удаляется то есть вы закрываете но я примерно предсказал то что через полгода слияние будет на не думал что что они разрешат персонажа переносить 4 туда уж не ну просто типа смысл человек и свалились x2 на x3 поиграть ну конечно с 1 большинство пришел то есть хер знает за полгода слили до сам на пиздец все думали то что x3 будет тащить меня у меня знакомый перетягивал прям губля x2 говно вот x3 открылся вообще ништяк все по новой все как начали съебывать с x2 x2 пустой был но не ли на новый год все задонили сервис закрыт после ног тогда так там шанон сразу был через две недели после этих поставок и далее но это черный пятницу пациент через две недели недели анонс открытие нового игрового не проблем так полгал он ебаный открыли ваще не в тему x3 контента не весь закрыт там только только за из-за изгорю зулам он появился все на поначал головам но там пока начало начал подвигать вы знает я пришел чисто что тут категории что же эти категории помешают не знаю как-то они растягивают просто вот смотри вот ты сейчас в максимум будем дрочить месяц до за этот месяц я пришел в пятую там почти что это понятно но там то сервак то не такой был когда next на их зла я пришел то есть уже по-другому все это же там не со старта на их зла начинал то есть я пришел там у меня там третья категория есть рука бегать два перса 3 1 2 ну как бы просто нет желания там играть не знаю чем это объяснить я когда пришел там уже в т-5 себе гляд только открывали блин эти помехства был там и макс убиваем через два дня просто вы рыбак опускать без знак сеткой пля но теперь интересно что сейчас будет тоже с этим то же самое x4 до типа сексты люди ушли сюда x4 что типа новой но там нет ни хера не после переноса они тоже большинство просто уйдут на 2 и потом какой-нибудь касали уйдет на и что будет но начну 4 мне кажется будет сервак сам по себе нормально ухо смысл пророжили на то что этот не вылетает уже на стоп-силе не вылетал или развить или нет вроде не нормально на самом деле у меня еще не складывается то что именно от сирус дает тенденцию к тому чтобы убить вовку пиратского как линейч убил свое время пиратки то есть что ты имеешь ввиду что циркуль помрет что не начнут открывать именно для сервера за серверами где-то по три-четыре недели новый интерлюн текст 1200 x миллиона на 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 дополнение о дополнение точно крылья начнут вот это вот хуячно исполнять все будут вот эти вот цыганские табора блять бегать туда-сюда первая начальность я зарабатывать опера 1 балла убили все расходится учреждает процессор закрывающие да не серже закрывать после первого дэна все на видео ухо когда x5 откроет есть там предположение но вот сейчас перенесут на x3 все а вот а ну да x3 освободится к разделать успеть красиво в x3 привели ульдом быть типа а-ля классическая x2 ешь сразу отмитом и здесь есть все пошло пошло а тут начать что на x4 ты и говорится на виду x4 здесь люди пообещают что сейчас следующим ну-ка она классическая будет она из 2 мы будет отмита сходу просто потому что она там не нужно 226 вот через полгода откроет x6 какой-нибудь блять потом слияние с x4 не всем еще мучил и будет x1200 они поставили фишку от x3 вот эти ренегата первое что были блять бог заебись от вами сейчас всем дали ренегатов тоже в этом есть смысл принято скорее всего как в тестовом режиме закинули на x3 зашло не зашло работает или нет вот и закинули на все себя плюс ренегатов типа кому ты можешь загляться это за рту то есть тебя допустим потому что лент постоянно их меньше чем рады на лент просто берет себе ренегата и все он уже может играть за рту типа письменный рейд вот почти зачем и факт сделай не поверение от и все уже за ленту на мячу лидера допустим арбе 8000 альянса он всегда был на сервис тысячи две но это так и тревоги но только бываешь как что альянс альянс что его дороже стать ренегатом чем арбе ну там кое-что были то есть допустим морды было там такая легенькая цепочка квестов без всяких вот этих он принесли кера прочь и херни а у альянса было то что надо саранита титан от не паскать ну чё здрасте я туда два чего у меня делали с альянс ренегат а я перед ними делал сарды ренегат и заплатил только 500 голды сделал там приквест я не знаю не знакомыми старте x3 типа с альянса на орду пришла но это на старте да а потом дальше и замок утром не там как работает типа в ренегата с любой прыгаешь за 500 с альянса сарды а вот обратно в орду 15 голды а вот в альянс 500 голды просто или 1500 но намного дешевле чем у вас упрыгнуть в орду первые это 15000 потом 30 и по возрастающий тени но есть уже это не смыслом фракции привык вообще нет есть чешу это четко там поначалу количество было когда только пошло все ренегат проверить что это блять не проф и не конечно у нихера блять даже стрелка к найдешь эти потом какой-то проф изучить а еще что у них не было порталов нихера был только портал маму товара и в пиратскую бухту два портала было и типа по всему там озерок убегать надо было на коня садится и скакать как брочку то шаг какие выбрать рецепт полевой ремонт робот 110 g который для джинс это по моему в этом дан что черные горы или как не это полевой рон роботы 4 а ремонтный робот стойте джей на минкану я делал я два рецепта выбивал ствол данжо один тоже с какого-то данжо но типа слабее а 400 сломан бот тоже тушек у нас анг а сам хама вот идешь смогов просто убиваешь в этой называется крозовая гряда туда джинс это джинс это джинс это джинс это джинс это джинс это джинс я сейчас не вспомню открой гайта вообще все расписано четко подумал я еще лет назад делал сюда ладно пошел я спать все спокойно ночью в и и Дарьюшка 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 За куток глинобитной печи, посрамление за снохачество, семейная расприя, и кто знает, не поможет ли Филину сосед. Васюха Трубин недавно вразумивший собственного батюшку тополевца так, что тот еле жив остался. А теперь вот и хозяйство раскололи на три части. Погибель тогда, погибель, отслаивалось решение. Смеланьей денный свет увидел, горы сворочу и шел. Кипение крови чуть стихло, и Прокопий Веденеевич почувствовал, что теперь он сумеет потягаться не то что с увольним Филимоном, но если выйдет на него пол, то и тогда не отступит. Филя на пористе подталкивал дверь из вал, напоминал, он же домой возвернулся. Сказано, дом твой и приклеить на заимке еле страха, навек так будет. А ежели отринишь веру пустынника, в гиене огненной жариться будет. Филя завыл в голос бормоча, что он не пустынник, и веры Филаретовой не отринин, и что он и страдался, и звелся на чужбине, и молит тятеньку внять его страждущему голосу, и пустить в дом перевести дух от тяжест. — Не можно, Грю, не можно, — рубанул тятенька, — ступай по кельваню и там-ка переведи дух. Потом я дам тебе хлеба, одежонку какую-то-се, и ты пойдешь к еле страху. — Меланья-то! — Нету для тебя, Меланья, — сказываю. — Али не прописал тебе? — Меланья ко мне прислон держит, как по нашей вере. Младенец вот народился. — И где народился? — Меланья родила, Грю. — Меланья? — Господи, прости, от кельва. — От меня, — народила, — от меня, — бухнул Прокопий Веденеевич, и сразу же точно отлетел от сына на сто верст чужие навек. Но Филя все еще не верит. Разве мыслима, тятенька? Не топырь, паскудник, и шо держался нашей веры? Али не заповедовали праведники, какие веру сию утвердили, чтоб свершалось тайное родение рабицы, входящей в дом с твердью в доме сем? — С какой твердью, тятенька? — С охозяином. Какой дом держит, паскудник? Веры нашей не знаешь, а копыты суешь в дом. Изыди, Грю. — Меланья-то! Жена моя, жена! — Изыди, нечистый дух. Как можешь ты иметь жену, коль пустынник? Изыди, не доводи до греха. А то схвачу топор и не стучи более. Худо будет. И, переведя дух, еще раз напомнил. Иди, топерича, в баню. И там жди, молись. — Приду потом. Да гляди. Не разговаривай с мирскими. Не смущай дух, а нафема будет. И тятенька ушел из сеней, нарочито, громко хлопнув дверью, чтоб Филя слышал. — Суси Христе, Суси Христе, спаси мя! — бормочет Филя. И матушку изгнал. И Гаврилу. И Тимоху. И меня до переча. Не можно, то не можно. Если бы мог, Филя заорал бы сейчас во все горло, чтоб вся белая елань сбежалась в надворье. Пусть бы все знали и видели, как отец встретил сына, и как жена блудница запамятовала собственного мужа. Но ни стона, ни вопля Филя исторгнуть не может. Прихлопнула злосчастная судьбина. И сам не ведает, жив ли. Вцепился руками в косяк. И, опустившись на приступку крыльца, горько заплакал. Не слышал даже, как в ограду вошли трое. Урядник Юсков, воинский начальник и староста Лалетин. Испугался не за ним ли. Опять сцапают, как дезертира, и морду набьют. — Ваше благородие! Вчистую я! Вчистую! — забормотал Филя, таращась на урядника и воинского начальника, и поспешно доставая бумаги из потайного кармана шинели. — Филимон? — возвернулся, — проговорил урядник. — По болезни или по ранению? — Вот бумага, ваше благородие! — навеличивал Филя, сунув уряднику бумагу. — Ноги не ходят, ваше благородие! Как после тифа, значит? Престарелый воинский начальник из казачьих сотников, усатый и рыхлый, лениво посмотрел бумаги Филя, почмокал губами, будто пережевывая прочитанные, и одарил служивого долгим взглядом. В бумагах-то прописана умственная ущербность. — Да, контужен. В тифу валялся, ваше благородие. — Да, в тифу. В Христов день свалил, думал, жизнь не решусь. — Да, что ж ты на крыльце или дома никого нету? — Док, док, дятенька, ваше благородие, не пущает в дом. Стучал, не открывает. Говорит, иди к пустынникам в тайгу спасать душу. А разве я пустынник, оброни Господи? Тополевого толка я, ваше благородие. Батюшка и слушать не стал. И жену мою, Миланью, с отчерю моей себе взял. И младенец народился, говорит. — Как же так, ваше благородие? Миланья-то жена моя. Из речи Фили воинский начальник ничего не понял, выручил урядник. — Вера у них такая, что полевым толком прозывается, ваше благородие. Как я вам пояснял, значит, этот самый старик, Прокопий Веденеевич, родитель Тимофея Прокопича, чистое дело снахач. Вся белая елань про то знает. Никакого стыда не признает и на мирской сходке не бывает. — Снахач? — промигывался воинский начальник, пытаясь сообразить. — Так точно. О, какое свинство. Вот я и поясняю, ваше благородие. Как можно говорить на сходке про такого старика? Вернул урядник памятный наказ старшего брата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да санитар толкнул меня. — Генерала Лопарева хоронили? — переспросил воинский начальник. — Мда. А ну, пройдемте в дом, поговорим со стариком. Прокопий Веденеч ругался и, призывая все силы преисподней на анчихристовых слуг, но не помогло, вломились. — Это-то еще что за безобразие, старик накинулся, воинский начальник и давай стыдить, поучать и такой и сякой, на что старик ответил бранью. — Веру мою не порушить вам, анчихристовые слуги, собаки грязные, а ли не вам кипеть в гиене огненной, а ли не вас, сатано, взденет на рога, а ли не у тебя на лбу печатка анчихриста, ткнул пальцем в хоккарду начальника. — Вижу, вижу, падалью кормишься, сатано, падалью, печатка сатаны, взять его вредник, немедленно под конвоем в каратус и протокол составить. — Я тебе покажу печатку сатаны, снахач, я тебе покажу, сам себе показывай, анчихрист, не сдавался Прокопий Веденеевич, отбиваясь от урядника и старосты. Связали и потащили в сборню, Филя перекрестился, слава богу, хоть бы навсегда утартали. Визжала дочь Фили, чернявая маня, ревела нянька Анютка, подросшая за два минувших года, и только сухая и черствая Елизаветушка-единоверка, равнодушно созерцая события, укорила Филимон Прокопича. Экой садом поднял лихоимец, и отца спровадил сыч. Но и у Филя терпение лопнуло, тем более тятеньки дома нет, и он теперь хозяин. — А ты, кто такая будешь? — свирепо воззрился на Елизавету, будто век не знал ее. — В сей момент гребись из дома, иначе порешу. И поднял костыль, единственное свое оружие. Елизавета вырвала костыль, плюнула на стриженого единоверца и, собрав свои пожитки, ушла. Добрался Филя и до Маленной горницы. Без костылей, на собственных ногах. Начальства рядом нет, можно и силу показать. Младенец пищал в люльке, сучил голыми ноженьками, а Миланья стояла на коленях перед иконами. — Молишься! — и пхнул ботинком Миланью в спину. Али запамятовала, кто мужик твой, тварюга. Вечно покорная Миланья не посмела оглянуться. — Подымайся, ответствовать будешь! — нагуляла тварюга. И лапы Филимона Прокопича сами по себе потянулись к шее Миланья. Души, души, воля твоя пролепетала Миланья, и шея ее чуть вытянулась, как у гусы. — Сказывай, как сподобилась на греховодность? — У батюшки, спрашивай. — Нету топерича, батюшки? — В дом не пущу ты, клятва, и тебя из дома выгоню, тварюга. Твоя воля, твоя воля! — лопотала сквозь слезы Миланья. — Эх, тварюга, блудница, сучка! — схватил Филя Миланью за косу и бил ее лбом по пол, приговаривая. — Содомовцы окаянные, и батюшка, и ты, все вытополевцы, убью паскуду. Анютка тем временем успела выбежать на улицу и позвала Санюху Вавилова и Фрола Лалетина соседей. Мужики отняли Миланью от Фили, увещевали служивого, но Филя заортачился, убью и все. — Не жить ей топерича, из-за такой тварюги у меня, может, нутро перевернулось. — Погоди уже, Филимон, — гудел Фрол Лалетин, младший брат старосты, — ты сперва разберись, что к чему. Или забыл, какая ваша тополевая вера. — Прокопий Веденеевич, родился Миланей, как по вашей вере, значит. — И ты сам Филя веруешь. — Да кто виноват? — Отрекаюсь от тополевой веры, отрекаюсь, мужики, в Бога веровать надо при воздержании, как по Евангелию, значит, по Писанию. После разговора с мужиками Фили поостыл малость, но с Миланей не примирился. Ни одну горячую слезу пролила она под старым тополем. Как ночь, так Филя гонит вон из дома. — Епитимью на тебя накладываю. Ступай под тополь и молись на коленях всю ночь, родей, тварюга, вместе со своим выродком. И Миланья, укутав младенца в суконную шаль и в одеяльчишко, коротала ночь под тополем, хоть сердце и захотелось от страха. Между тем Филя, хозяйничая, отъедаясь сметаной с наливными шаингами, подружился с фронтовиком Васюхой Трубином. И тот поучал его, как надо выпроводить отца за бесстыдное сожительство со снохою. — Не гляди ему в зубы, дай памяти, чтоб век помнил. — Топеречи другое время, Филя. — Не тополевым толком, а миром, совестью жить надо, хозяйство подымать надо. И Филя отважился биться с тятенькой не на живот, а на смерть. — Али он меня, али я его выпровожу. Срамотатая кая, на всю деревню стыд и паскудство. Куда девались робость, смиренность и трусоватость, будто подменили мужика. Гусаком похаживал по надворю. За хозяйство-то драться надо. И пара рысаков, первеющих на всю Белую Елань, и три сытых мерина, и три коровы, четыре десятка овец, дюжина колодок пчел, новый амбар, поставленный тятенькой, американская синокосилка «Маккормик», купленная в кредит в Минусинске, конные грабли, саковский плуг. И все это тятенька приобрел, за два года войны гоняя емщину на рысаках. И все это бросить и уйти не можно. Не можно. Миланя-то моя баба, всем миром осудят садомовца. Полторы недели отсидел в волосной каталажке Прокопий Веденеевич за оскорбление воинского начальника. Мало того, что обругал всячески, так еще и плюнул в лицо в присутственном месте. «Изыди, сатано!» — освирепел старик и про сына Тимофея слушать не стал. «Сатанинское сатане отдайте!» — и от вознаграждения отмахнулся. Не старик дьявол, — сказал про него воинский начальник. Но уголовного дела не стал заводить, как ни суди, родитель прославленного прапорщика. Дотащился Прокопий Веденеевич домой, и тут поруха. Филин взбунтовался, мекинное брюхо. Встретил отца в ограде, вооружившись кругляшом березовым, и гартнул, как из трехдюймовой пушки. «Метись на дворе, Содомовец! Аль порешу!» Прокопий Веденеевич некоторое время молча глядел на увольня, хищно раздувая ноздри, потом двинулся на него, ничуть не убоявшись полена. «Не подступай, грю! Не подступай, пришибу!» На выручку Фили через заплот перепрыгнул дюжий Васюха Трубин. «Дюбни его по башке, дюбни! За тополевое паскутство, за снохачество! И мого старика так же надо! За ноги и вомыл!» Прокопий Веденеевич успел схватиться за полено, но силы не хватило вырвать. Вцепились друг в друга в пасконные рубахи, и пошло. То Филя подвесит тятенький, то тятенька умилостивит Филю. Васюха Трубин топчется рядом, да приговаривает. Подсосала ему, подсосала. «А, так вот, ваши сатаны, собаки грязные! Содомовец, Содомовец, Мелань, это моя баба! Нет, у тебя бабы, мекинное брюхо!» Меланья затаилась в синях, не жива, не мертва. И тятеньку жалко, и стыдобушка жжет душу. Не кинешься на выручку. «За ноги его, за ноги, да к Тополю!» Помогал Васюха Трубин. И, ухватив старика за ноги, как он не брыкался, вытащили из ограды и кинули с горки к Тополю. «Тамоха лежи, Содомовец!» Хорохорился Филя, окончательно почувствовав себя хозяином. «Да моли Бога, что я не пришиб на смерть!» Прокопий Веденеевич проклял увольня и поплелся в избушку к единоверке Лизаветушки. Жалел Миланью, младенца Демида, хозяйство, но ничего не поделаешь. Сила ушла, не согнешь Филимона в бараний рог. Лизавета выговорила у Филимона Буланова-Мерина корову и три овцы для Прокопия Веденеевича. Неделю встречались, ругались, до мирового суда хотели дойти, но Филя знал, тятенька не из тех, чтобы потащиться в Анчихристо в суд, потому и скарить. Зависть одиннадцатая. Никто не знал, что происходило с Дарьюшкой. Она жила своим особенным миром, и мир тот казался ей прекрасным, сложным, переменчивым, возбуждающим. И Дарьюшка, созерцая его, старалась постичь некую истину, но никак не могла сосредоточиться. Видения, картины, лица менялись, путались. Ночь была бесконечная, и она все шла, шла, падая и поднимаясь. Она так и не узнала, что стало с ночью, с бесконечностью, когда ее укутали в шинель и унесли, чтобы потом терзать тело. Зачем ее унесли? Куда девалась та ночь? Прояснение не настало утром. Она узнала мать и удивилась, что и мать с нею в третьей мере жизни. Не успела сообразить что-то важное, решающее, как явился отец, с подтащалым Григорием. Отец настойчиво долбил, что она должна быть покорной, терпеливой и благодарной Григорию. А Дарьюшка в ответ тонко усмехалась, и вовсе не над отцом. Кто-то, невидимый и ласковый, обволакивающий, напевал ей песенку без слов. Мотив песни беспрестанно менялся, становился то растяжно-печальным, то возбужденно-лукавым, как поют девки в хороводах. «Они поют, поют!» — шепнула Дарьюшка, блаженно прикрыв веки, и лицо ее со впалыми щеками загорелось румянцем. Напев оборвался, и тишина водворилась особо и тугая, как узел на конопляной веревке. Где-то рядом, за пределом Дарьюшкиной тишины, раздавались голоса живых призраков. Григория отца, матери Кослявой Феклы Андриановны, толстухи Марьи ржали лошади, и кто-то что-то требовал от Дарьюшки, но она не могла переступить грань волшебной тишины, в которой надо было сосредоточить мысль и ответить на какие-то важные вопросы. Была ли она Дарьюшка вчера, позавчера и вообще? Или ей суждено вечно жить и вечно ставить вопросы, и никто на ее вопросы никогда не ответит? «Есть у таинства четыре коня», — припоминала Дарьюшка, и не могла понять, что это значит, почему кони. Не успевала задуматься, подхватывал новый вихрь, и жизнь откроется тебе из пяти мер. Из каких пяти мер? Если она прошла две меры и перешла в третью, то когда же она перейдет в четвертую-пятую? И что будет за пятой? Или она, Дарьюшка, исчезнет? Прислушиваясь к бормотанию Дарьюшки, к ее внезапному хохоту, глядя, как мгновенно менялось выражение ее стригущих глаз, и как она, не обращая внимания на присутствующих, задирала подол батистового платья, в которое ее вырядили утром, разглядывала свои ноги, сосредоточенно ощупывая их пальцами, Елизарь Елизарь наконец-то уяснил — не в уме. Да училась, только и сказал. Уединившись с Григорием на террасе, начал разговор и с подволь. Он, конечно, почитает Григория как родного сына. — Да что, мол, попишешь, коль свалилась Экая напасть? Дарья-то вишь какая! На честь-то мы с горяча не вникли, что и как. А оно в сурье с беда привалило. Куда Экую в жены брать? Ни зверь, а грешуха, ни лихоимец. Она ведь, гляди, ни отца, ни мать не признает. А как будет в дальнейшем тебе на шею повесить Экую? Нет, Григорий не стал отстаивать Дарьюшку и цепляться за родительское благословение. И сам видел, Дарья свихнулась. И кто знает, надолго ли. Чего доброго на всю жизнь. Невелика радость жениться на такой. Как и уговорились, будешь моим доверенным в акционерном обществе, продолжал Елизар Елизарович. Потом, глядишь, и в пайщики войдешь, и я в том помогу. Еще неизвестно, куда повернет война, ответил Григорий, привалившись плечом к резному столбику. Вчера говорил с атаманом, казачий дивизион из Каратуза приказано перебросить в Красноярск и призвать всех отпускников. И меня, наверное, и призовут. Разговору помешала Александра Панкратьевна. Отец, отец, гляди, что с Дарьюшкой деется. Платье сорвалось с себя. Бледная, говорит, страхота. Собирай ее домой. Слава богу, в больницу бы. Иди собирай. И не глядя на Григория, пожаловался. Как она меня подрезала. В Уренхай надо ехать. Ты, Григорий, не отвезешь ее в Красноярск. Юскова там помогут определить в больницу. А Левтину пошлю с тобой. Я и один могу. На пароходе мало ли будет людей. Оно так. Мир не без людей. Но если бы Елизар Елизарыч сказал это Дарьюшке, она бы ответила неправда. Мир без людей. Люди для нее существовали сейчас как призраки. Она была твердо уверена в том, что вокруг нее пустыня, розовая бездна. И она одна в этой бездне под солнцем счастливая. Ах, если бы призраки не мешали ей, она бы открыла великую тайну, что ее ждет за пятой мерой жизни. И вот Дарьюшка вернулась в ту горинку, из которой бежала ночью. Вчера ночью. Помнит ли она? Вчера исчезла для Дарьюшки. Она, может, и вспомнила, что жила в этой горинке и спала вот на этой кровати, но воспоминания мелькнула, как искорка, и тут же погасла. Среди ночи с первыми петухами Дарьюшка проснулась, сбросила одеяло и, опустив ноги на пол, сказала кому-то, что она сейчас придет. Я сейчас-сейчас только волосы приберу. Сестра Клавдеюшка разбудила мать, и они помешали уйти Дарьюшке. Меня ждут же, ждут. Никто тебя не ждет, доченька. Зачем вы мне мешаете? И тихо заплакал. Осень. Какая же печаль в этом слове? Не вихрит ли ветер, увядшая золото и багрянец разнолесье? Куда ее везут Дарьюшку? И что так с тыла плещется ветер, насвистывая в сумрачном лесу? Красавчики, красавчики. И гикл кучер Микула, сидя на облучке рессорного экипажа. Дарьюшка, упутанная в теплой одежде, забилась в угол экипажа, не обращая внимания на разговор отца с Григорием. Теперь она не кричала, не билась, порываясь куда-то уйти, и не хотела ничего знать. Близость Дарьюшки и ее рдеющая щека, упрямо вскинутый подбородок, прядка вьющихся черных волос, выбившихся из-под пухового платка, волновали Григория, и он никак не мог сосредоточиться на чем-то постороннем, далеком от Дарьюшки. Сейчас, когда она молчала, глядя черными глазами вдаль, трудно было подумать, что она не в своем уме. Было нечто проникновенное и вместе с тем покойное, уверенное в ее взгляде. Хотел бы он знать, что происходит с ней в ее душе, в сердце, в рассудке, и что она видит. Пустынное безмолвие или то же, что и он, холмистую землю, рядеющий лес или нечто особенное, доступное только ей. Вперед, вперед, в неведомое, медленно, покачивали рессоры, встряхивая на ухабах, напивали малиновым звоном подвески, на выездной сбруе вороной тройке в прижженной гусе. И так, несясь мимо деревень, равниною, спешили в Минусинск к последнему пароходу. Гони, Микула, гони! Мимо ковыльных курганов, мимо каменных баб времен кумача, мимо бревенчатых домов с шатровыми крышами, вперед, вперед! Мимо стогов сена и скирт хлеба, мимо вековой отсталости России в неведомое, огненно вздыбленное, чему суждено свершится не за горами долгих дней. Никто из путников не знал и не гадал, что ждет их в недалеком будущем, какие беды и злоключения доведется пережить каждому из них с умятицей гневного времени, нетворотимого как рок. Ге-гей, красавчики! Пусть плотнее надвигается вечерний мглаз, приморозком, не обращай внимания, Микула, гони! И месяц выплыл в середину неба, потемнив млечный путь, и рысаки взмылились, одолевая крутой подъем на гору, и сама земля притихла, будто прилегла вздремнуть, а дорога все так же неслась навстречу, и чудилось Дарьюшке, что она летит к розовым туманам в таинственную глубь счастливой жизни, и там в неведомом ее примут с радостью, и она забудет людей жестоких с оледенелыми сердцами, скорее бы, скорее бы! Лунные блеклые тени от деревьев, сгустки кустов по обочинам тракта, надвигающаяся ковыльная степь, как белая скатерть, темная улица Малой Минусы, с бревенчатыми домами, с пятнами света, в квадратных окнах, и опять дорога, степь, версты, широкая спина кучера Микулы. Начинался Минусинск сонно-дремотный, встревоженный собачьим лаем, и не успела Дарьюшка подумать, куда ее завезли, как тройка подвернула их глухим тесовым воротам, потом ворота распахнулись, как пасть зверя и вороны, и рысаки один за другим потянулись в черную пасть по торцовому настилу и остановились. Бородатое лицо отца придвинулось к Дарьюшке, вцепилась черными глазами, пощупала, но как ты, притомилась? Нет, пойдем тогда. Куда пойдем? Да в дом, к Анакентию Михайловичу, управляющей мой, отдохнем, переспим, а там Бог даст, и пароход придет. Какой пароход? Россия должна подойти. Россия, Дарьюшка усмехнулась. Чудно, папаша, Россия к нам не может подойти, это мы должны подойти к России. Это же так просто и так трудно. Каждый разбойник думает, что он подходит к России, а если разобраться, он грабит Россию, грабит мучеников, святых людей. И России он совсем не нужен, разбойник. Бородатое лицо медленно отстранилось, умно рассудило, а как по книгам разложило. Оно так. Не все люди надобно России, да куда от них денешься? Вот хотя бы от голодранцев, дармоедов. Я не знаю голодранцев и дармоедов. Если такие есть, как вот поселенцы в нашей щедринке, так в том виноваты разбойники, чиновники, губернаторы, фабриканты, купцы и все насильники, которые грабят честных людей. И тогда честные люди, ограбленные, становятся голодранцами. Э-гэ-гэ, призадумался папаша, как бы со стороны приклядываясь к дочери. Умно-умно, откуда только набралась, как овца в репьях. Я не в репьях, вполне рассудительно, возразила дарюшка, не трогаясь нагретого места в экипаже. Если бы я была в репьях, я бы была похожа на вас. Была бы жадной и жестокой, не ведала бы милосердия к людям, которых вы вечно мучаете. Я счастлива, что ушла из вашей меры жизни. Вот как. В какой же ты теперь мере? Я говорила, в третьей. Чушь, городишь, нету разных мер жизни, есть одна зримая, как ты, да я, да все округ. Неправда. И волки в одной мере с овцами, и мученики-зграбители. Погодите же, узнаете скоро, кто в какой мере живет. В каком понятии, узнаете. Дарюшка торжественно ответил. Настанет день, когда с каждого спросится, как он живет. Добром или злом, тиранством или мученичеством. И тогда каждый станет лицом к солнцу, и все увидят, какое у него лицо. Никто ничего не спрячет. Григорий, прислушиваясь к разговору, отца с дочерью невольно подумал. Она нас всех за нос водит. Дуры так не рассуждают. Просто ей надо вырваться в Красноярск, подальше от тайги, а там. Это мы еще посмотрим. На пароходе я займу отдельную каюту, и тогда... Григорий не подумал даже, что Дарьюшка никогда не была дурой в том смысле, как он разумел. Ему ли фронтовому казачьему Ясаулу разбираться в тонкостях психического расстройства? Ну, а мое лицо какое глухо, словно по принуждению поинтересовался отец, кося глазом на молчаливо торчащего долговязого Григория. Что на моем лице пропечатается? Лихоимство и жадность, спокойно ответила Дарьюшка. Вам все мало. Миллион мало, два миллиона опять мало. А рядом люди нищие и бедные, как поселенцы в Шадринке, и вы их никогда не видите, потому что душа из жадности и жестокости. Отец схватил Дарьюшку, за руку стиснул запястья. Притворщица ты, голубушка, гляди, как бы хуже тебя не было, пойдем. А то крик отца от того, как он больно стиснул руку, Дарьюшка притихла и покорно пошла в каменный белый дом, где их встретила интеллигентная, нарядная дама, жена, управляющая минусинской конторой Аннушка. Она сообщила, что муж ее, Иннокентий Михайлович Пашин, вчера уехал в Усть-Абаканское по известному делу и пробудет там дня три, и что она очень рада видеть в добром здравии милого Елизара Елизарыча, да еще с красавицей дочери. Елизар Елизарыч отозвал хозяйку в сторону, что-то шепнул, та вскрикнула, боже, какой ужас. Дарьюшка оглянулась, на нее в упор уставились округлые белые глаза. «Когда же будет Россия?» спросил отец. «Наверное, послезавтра. Подождем». Дарьюшку поместили в отдельную комнату с полукруглыми огромными окнами в сторону пустынной ярмарочной площади, за которой виднелся трехэтажный дом знаменитого купца Вильнера, высокий, светящийся, похожий на маленький зимний дворец. Хозяйка умильно улыбалась. «Такая красавица! Ты меня не забыла, Дарьюшка!» Дарьюшка уселась на венский стул и, не сняв перчаток, сцепила ладони пальцами. «Ты в ту зиму гостила у Василия Кирилловича, и мы часто встречались, помнишь?» «Ах, что вам от меня нужно?» отмахнулась Дарьюшка и отвернулась к окну. «Надо раздеться, милая. Не хочу. Но... Ах, оставьте меня». Подошел отец, тяжелая рука легла на плечо. «Чудишь? Живо разденешься». Не подымаясь, Дарьюшка расстегнула жакетку, но отец поднял за плечи, встряхнул, стащил жакетку и погрозил пальцем. «Шура, ты будешь здесь? Ухаживай за барышней!» — наказала хозяйка служанки курносой толстухи в цветастом ситцевом платье. Оставшись наедине с толстухой, Дарьюшка подошла, пригляделась. «У тебя шеи совсем нет?» «Как нету?» «Вот она шея!» «Туесок, не шея!» «И сама ты ужасно толстая!» «Ангро, анфан, терибль!» — дополнила Дарьюшка по-французски, что означало «в общем, ужасный ребенок!» «Скажете, барышня!» — пухло, отдувалась служанка, боязливо поглядывая на доченьку-миллиончика и не понимая, отчего такая раскрасавица сошла с ума. И денег куры не клюют, и женихов, наверное, сколько хочешь, знай-выбирай, а вот поди ты. «Как тебя звать?» — приглядывалась Дарьюшка. «Шурой звать. Александра, значит». «Шура, Александра, ангро, анфан, терибль!» «Не понимаю, что говорить-то?» «Ангро, ангро, ты почему такая толстая?» «Так уж толстая. Вот как бы видели мою сестру, тогда бы узнали, какие бывают толстые. Она вот в эту дверь не влезет». Дарьюшка поглядела на створчатую дверь, захохотала. «Не влезет? Ха-ха-ха! Как же она ха-ха-ха на свете живет? А что ей подеется? Живет и хлеб жует. А мужик у нее подтащал и излючий, как волк. Весь дом тятеньки к рукам прибрали, со скотом и с папашей, и меня разнесчастную вытурили. Ушла в город, схудала от такой жисти по чужим людям. Схудала? Ой, боженька, ха-ха-ха, схудала, ха-ха-ха». На раскатистый смех Дарьюшки примчалась встревоженная хозяйка, а за ней Елизар Елизарович. «Вот смеется надо мной барышня, отпыхивалась пухлощекая служанка. Грит, шеи у меня нету-ка, и толстая, грит. Елизар Елизарович повеселел. Ловко она тебя, а шеи Александра и слова нету, и телом тебя Бог не обидел». И шлепнул служанку по ее пышному заду, как бы в знак своей милости и доброго расположения. Каждый раз, гостюя в доме Иннокентия Михайловича Пашина, Елизар Елизарович потешался над его выжившими из ума родителями Мишей и сухонькой старушкой Клавой. Случайно, или как Дарьюшка за поздним ужином в гостиной, оказалась на другом конце стола меж ними.